Перед нашей молитвой, короткая мысль для молитвы о нашей ответственности в нашем служении перед Господом. Прочитаем Евангелие от Матфея с 25 главы, несколько стихов, с 13 стиха. 25 глава Евангелия от Матфея с 13 стиха. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе». Если мы будем прочитывать дальше до конца эту притчу, которую сказал Христос, мы найдем слово «талант», употребляющееся 15 раз. Талант, оно имеет тройное смысловое значение. В древнееврейском и греческом употреблении был талант, это как вес, и в другом значении это была ценность, это была денежная сторона. Третье значение этого слова – это способность человека, талантливый. Мы говорим «он», «она» – это талант, это способны люди, это люди талантливые. Христос употреблял в притчах примеры из жизни, которые были вполне понятны слушателям. И эта притча, о которой мы говорим, она говорит об ответственности служащих Господу, которым Бог дал соответственные способности. И написано, что Он дал эти способности по их силе. Что Он им дал? Мы прочитали, что человек, который отправился в дальнюю страну, поручил им имение. В чем заключается имение, которое поручил рабам своим? Я думаю, что это Царство Небесное, принадлежащее Христу на земле и на небе. Что входит в это имение, в этом Царстве? Я думаю, что это материальная и духовная сторона. Все является, абсолютно все, достоянием Творца. И поэтому как материальная, так и духовная сторона – это является имением человека, который поручил рабам своим. Что интересно, мы находим такое выражение, что Он поступит как человек. Это другая тема и большая тема, я не хотел останавливаться на этом месте, но возносясь на небо, мы видим, что Христос поручил свое имение служащим. Он поручил это имение служащим, и это вверенное служение в имении Его является принадлежностью Спасителя, является принадлежностью Господа нашего. Когда мы говорим о материальной стороне, что мы имеем в виду, когда мы подразумеваем под материальным? Я думаю, что все церковное имущество – помещение, мебель, инструмент, посуда, финансы, книги – все, с чем мы можем соприкасаться, абсолютно все – это не наше. Да, мы пожертвовали средства, да, мы приобрели это для того, чтобы пользоваться, употреблять, но это не наше. Это имущество, которое или имение Спасителя, где мы прославляем нашего Господа. И небрежное отношение – это значит расточать. Когда мы говорим о расточении, мы понимаем, что это негативная сторона. И поэтому тогда, когда мы расточаем, тогда, когда мы небрежно относимся ко всему этому материальному, это значит грешить, значит быть неверным перед Господом. Другая сторона, мы говорим, это духовное. Что мы здесь подразумеваем? Что есть духовное? Это способности, это способность человека прославить Бога. Апостол Павел нам пишет, Римлянам 12 глава, 6, 7 и 8 стихи. Такие слова. Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчество по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальство и с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Мы видим, что дары различные, и они не даны одному человеку. Есть способности, пленяющие многих. Есть таланты, которые действительно завораживают человека и пленяют каждого. Но даже самый талантливый человек, самый способный человек, без других менее способных, менее талантливый, он ничто. Возьмите солиста, регента или человека, который проповедует, говорит слово. Без аудитории он ничто. Что толку, если солист имеет прекрасный голос, но никто его не слышит? Что толку, что регент имеет дарование, способности дирижировать перед хором, учить перед оркестром, но если нету этих людей, что толку, если проповедник не имеет аудитории? Он просто эгоист, потому что он будет говорить только для себя. Да. Поэтому мы видим материальную сторону, она дана каждому человеку. И каждому человеку написано здесь в тексте, что дал он по силе его. Бог не поручил выполнять то, на что человек не способен или не имеет силы реализовать это. Потому что глухому он не дал пения. И получивший имеет все для того, чтобы использовать этот талант и эту способность. И он должен это делать с радостью, с наслаждением, с удовольствием и с жертвенностью. Потому что всякий получивший, он жертвует чем-то для того, чтобы реализовать ту способность, которую Бог даровал ему. Вот апостол Павел, например, говорит такие слова о себе лично. Деяние апостолов, 20 глава, 24 стих. Деяние апостолов, 20-24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, обратите внимание, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. То, что и делал апостол Павел до конца жизни своей, прилагая все усилия для того, чтобы совершить это поприще, которое Бог поручил ему». Что интересно, что всякий талант, всякая способность, она обогащается, если она употребляется. В каком смысле? От того, что он в обороте, этот талант, эта способность, он развивается, он развивается, он укрепляется, он приобретает силу, он идет вперед. Но с другой стороны мы видим закрытый талант, независимо, по какой бы причине он ни был, зарытый талант, он уничтожается. И поэтому Слово нам говорит, возьмите у него и отдайте другому. Всякий, кто не может употребить и не употребляет, это зарытый талант. Слово Божие нам говорит, что всякий, кто употребляет, всякий, кто с радостью и с желанием приобретает и делает это, ему будет похвала. Похвала от Бога. Написано, что хорошо, верный, добрый раб. Три слова. Хорошо – это оценка служения. Добрый – это качество исполнения. Потому что человек может быть отзывчивым, добрым, нравственным, безукоризненным, дружески близким, добрым самарянином. Он быть честным. Вот это доброта, которая наполняет человека. И верный – это достоинство исполнения. Толковый словарь Ожегова говорит, что верный – это соответствующий истине. Это точный, правильный. Вот оценка того раба, того, который добровольно и со всем желанием и с ревностью прилагает все усилия для того, чтобы совершить свое поприще в царстве, в имении Иисуса Христа. Я хорошо, добрый и верный раб. И когда мы говорим, что такая есть похвала человеку, и похвала не от человека, а от самого Господа, то, естественно, мы видим, что человек имеет и награду. В чем эта награда выражена? Мы видим опять. Это умножение доверия. Награда выражена человеку в умножении доверия. Написано в 23 стихе этой главы, что «в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Обратите внимание, что 10 талантов, 5 талантов или 2 таланта или 1 талант в глазах Божьих – это малое. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Да, действительно, мы иногда думаем, что человека перегрузили уже. Человек и так уже несет столько много, и его перегружаем. Но если человек способен, то он приобретает, то он умножается в деле своем. Если он это делает добровольно, если он это делает с желанием, с ревностью, умножается доверие такому человеку. И, конечно, как награда он будет приглашен на пир. Всякий человек будет приглашен на пир, у которого умножается доверие. Написано, что «войди в радость Господина твоего». Дорогие друзья, сегодня мне хотелось перед нашей молитвой, чтобы мы могли проанализировать свой путь. Где я стал расточать? А расточать – это значит зарыл. Это значит не употреблять. Не прилагать – это значит не прилагать те усилия и возможности, и жертвенность для того, чтобы в имении Иисуса Христа, в имении Бога, проявить себя достойно. Пусть Господь благословит и даст нам размышлять об этом, чтобы мы могли в порученном деле каждому без исключения. Он дал по силе Его. Да благословит нас Господь употреблять это для славы Его. Аминь.